Внимание! Данный фильм не рекомендуется зрителям с повышенной восприимчивостью. Здесь, на земле, у нас нет родины, и мы ожидаем дома грядущего. К евреям, Писание 13, Псалом 14. Программа «Феникс» – эмблема группы исследований и наблюдений. Провинция Анзианг, Вьетнам, 1969 год. Провинция Анзианг, Кирилл, 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 Кирилл. Провинция Анзианг, Кирилл, 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 Кирилл. Провинция Анзианг, Кирилл, 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 Кирилл. Провинция Анзианг, Кирилл, Кирилл. Провинция Анзианг, Кирилл, Кирилл, Кирилл. Провинция Анзианг, Кирилл, Кирилл. Продолжение следует... Центральное разведывательное управление «Омега-Эвант». 15212 погибших, 2425 выведенных из строя транспортных средств. Он спустился к рисовым полям и начал молиться. Молиться! И вдруг все стало подниматься. Наверх! Наверх! В самый рай! В рай! Вьетнам, 1970 год. Существует! Существует! КОНЕЦ 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 Не тебя я искал. КОНЕЦ Опорный пункт Продолжение следует... Вы сержант Хайнс, да? Джейкоб Полтон, Центральное разведывательное управление. Мы с вами говорили по радиосвязи. Это сержант Карт из группы исследований и наблюдений. Вы далеко от друзей, сержант Хайнс. Когда вы пропали, все решили, что вы дезертир. Хотели отдать под трибунал. Он вас еще притягивает? Хотите его убить? Но вы опоздали. Речной дух сделал это три дня назад. Мы вызовем отряд, пусть приберут здесь. Вставайте, нам пора. Хочу кое-что показать. Слышали про опорный пункт в Квадро? За тайней, на границе Камбоджи. Мы поставили пункт в Квадро как базу для поимки речного духа. Вы знаете, кто это? Но у меня для вас дело, Хайнс. Я даю информацию, вы делаете, что я скажу. Хорошо? Речной дух был на самом деле вьетнамским фермером. Мы содержим выживших в пункте Квадро в полевом госпитале. Я хочу, чтобы вы познакомились с одним пациентом. Паренек по имени Бракин. Он единственный, кто выжил и сохранил дар речи. Первый, первый. Захожу на посадку. Бурт 196. Ижусь из северо-запада в пятом квадрате. Джейка Палмер? Да. Майор Бриккинсон. У КСО сказали, что вы сможете нам кое-что объяснить. Нас сильно потрепала засада вьетконга. Мы ждали подкрепления, но когда пришли солдаты, они… Это были монстры в человеческой шкуре. Они не умирали, даже от пуль. Поэтому мы отступили на базу Таргил, или скорее попытались, но Таргилы уже не было. Просто исчез нахер. Тогда я и вызвал авиаудар. Мы подожгли джунгли и сожгли все. А он просто стоял там, без страха, без боли, невидимый, с горящим пламенем, на теле. Этого я никак не мог объяснить. Это необъяснимо. Слушай, я сюда прилетел не для этого. То, что произошло в Таргиле, останется в секрете. У меня есть верные люди, которым я доверяю. Я с ними сражался бок о бок, и они говорят, что с ними делали необъяснимые вещи. Мои парни говорят, что видели дьявола. Дьявола. Да. Я хочу, чтобы они помогли убить дьявола. Я думаю, ЦРУ пора объяснить, какого хрена здесь творится, иначе тут начнется мятеж. Пожалуйста, назовите свое имя. Бракен. Капрал Ричард Бракен, сэр. Хорошо. Расскажите, что было на базе Таргил? Как вы получили ожоги, что произошло? День начался странно. Там было... что-то на берегу реки. Спецназ что-то нашел. И нас послали провести разведку. С воздуха велась видеосъемка. И мы это увидели. Это был... Я не знаю точно, что это. Что там произошло, Капрал? Мы открыли огонь по всем направлениям. Они нас прижали. С моими парнями творилось что-то. Что-то страшное. И я увидел, как он смотрит на меня. Дух реки. Он просто смотрел на меня. Раньше я ничего подобного не видел. В один момент я в джунглях... смотрю на эту... тварь. А потом я уже в Южной Каролине, в день, когда нас дислоцировали. Говорю вам, это был не сон. Я на самом деле оказался в Америке. И? Все самолеты... Их все уничтожили. На нас напали. Прилетели русские самолеты. Но это были нетипичные «Миги». Они изрыгали синее пламя Словно горящий синий пропан Всех окутало пламя Они нас сжигали Солдаты горели Как в аду Это правда случилось? Это произошло на авиабазе в Чарлстоне? Они все мертвы? Чарлстон в порядке Но это произошло Произошло Потому что тогда Фредди с ребятами Вытащили меня из канавы Я все еще горел Здесь? Здесь Да Здесь В джунглях Я снова Оказался тут, но уже в огне Словно они вытащили меня из Южной Каролины обратно во Вьетнам Многие мои друзья были на берегу Он воскрешает мертвых Как призраков Он делает их Их внутренности Похожими на Внутренности насекомых А сами они становились похожими на пауков Я спросил, видели ли они Духа Никто больше не видел Спасибо, сержант Бракин Капрала Бракина отправят самолетом в Штаты Где он пройдет программу МК Ультра Его имя сотрут из архивов Он будет числиться пропавшим без вести Как и другие солдаты из Таргила С этого момента Опорного пункта Таргил Никогда не существовало Отдохните, мы отправляемся через пару часов Я больше не сплю Постарайтесь Бракин Бракин Биатери Биг БГ Поехали! 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 Все эти солдаты сегодня ночью умрут, вы же это понимаете. Не думаю, что вам важна их судьба. Вам даже не важна ваша собственная жизнь. Может, так это и работает. Кто вы? Во что вы превращаетесь? Эти мысли не покидают вас, правда? Я могу помочь. Мне все время снятся сны. Даже больше видения пытаются предупредить. Только я не понимаю, о чем. Это звук, похожий на шум. Я говорил с солдатами из вашего подразделения. Разные истории про вас слышал? Хайнз здесь не умрет. Хайнза что-то оберегает. Объекты словно сами появлялись и защищали вас от опасностей в нужный момент. Они укрывали вас от летящей в вас шрапнели. Словно сама жизнь ждала вашего прихода. Вся вселенная вас защищает. Спасает. Будто на вас возложена миссия. А речной дух? Создание, которое вы так стремитесь найти. Он ошибка. Просто ошибка природы. Жизнь от него избавляется. Что он такое? Простой фермер. Он не связан с Вьетконком. У него была жена. Были дети. Его сердце было истерзано горем, да так, что его тело не выдержало. Местные, что его знали, стали звать его речным духом. Он обошел весь Вьетконг, оставив за собой только пепел. Может, он не осознает, что творит эти вещи. Все эти ужасы. Воссоздает реальность сквозь призму своего подсознания, меняя все живое и превращая его в подобие ада, в котором он сейчас живет. Однажды он забрел на военную базу, молил о помощи. Но к этому времени его кожа полностью сгорела. Невидимость. Телепатия. Словно божество, спустившееся на землю. Его разум чист. Мы подожжем джунгли. Сожжем все, пока пламя не окутает его, осветив его так, чтобы мы могли его выследить. И мы его найдем. Это электромагнитное ружье. Оно стреляет с одной двадцатой скорости света. А это настоящее сокровище. Оно создает магнитную сферу позитивной и негативной полярности. Этот костюм сконструирован таким образом, что он позволит сохранить реальность и защитит вас от перебоев во времени и пространстве. Мы зовем его капсулой релативности. Оно усилит ваш дар. Облачись во все оружие Божие, ибо только тогда ты выстоишь против козней самого дьявола. ОУДСТУДИОС Переведено и озвучено студией Rattlebox в 2017 году. Автор перевода Артем Дударев. Роли озвучивали Владимир Голицын, Артем Дударев, Михаил Беликович, Ольга Макарова, Артем Маликов и Алексей Шевченко. Звукорежиссер Евгений Арзамасцев. Подписывайтесь на наши группы в соцсетях в Facebook и Вконтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова